Я с кури нечестивый от славы отражал, и святую Барбару на муки послал. Жиною бабою раны он и выбивал, жестокую шерстью раны он и вытирал. Я из детей ансамбля Дмитрия Викторовича Покровского, потому что мои родители там работали, и папа и мама, они там познакомились, поженились. Соответственно, я родилась и какое-то время прожила в ансамбле Дмитрия Покровского. Да, мой отец Андрей Котов там пел, и теперь руководитель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин». Моя мама Анна Конухова, на тот момент теперь она Анна Теплова. Она тоже была солисткой ансамбля Дмитрия Покровского и сейчас продолжает уже свою педагогическую деятельность. И тоже занимается фольклором по сей день. Ну и, соответственно, я тоже пошла по их стезе, потому что с детства мечтала петь вместе с родителями. Вначале фольклор, потом уже духовную музыку. Ну и выбрала себе путь профессионального музыканта. А вот понятно, что сверстники, наверное, слушали и другую музыку, в том числе гулянную, и рок-музыку. И я слушала другую музыку. И как вот это искушение вы преодолели? Никак. Я люблю разнообразную музыку. Я не считаю, что люди должны слушать только что-то одно. Я, например, в свои 13 лет была бедломаном. И могу сказать, что им и осталось. Родители как воспринимали вашу любовь? Они поддерживали меня в этом. Они давали мне пластинки, я не где-то их доставала. У нас вообще демократия и свобода в семье. И нет музыкального принуждения. Все равно все растут в музыкальной среде, в окружении хорошей музыки. И это оказывает влияние на детей в любом случае. А хорошая музыка, она есть во всех жанрах и во всех стилях. Вот ваше, может, такое детское потрясение от какой-то, может, песни или от какой-то музыки. Было такое? Меня было сложно потрясти. Я росла на сцене. Я в этом... Мне рассказывают, что я в 6 месяцев пела северные песни в коляске. Вот поэтому... Поэтому я помню, что когда я была маленькой и появился ансамбль «Сирен», мне очень нравилось строчное в исполнении мужской группы. Вот строчное многоголосие. И, естественно, нравилось, как пели духовные стихи девочки. Мое потрясение уже более позднего возраста, когда мне было лет 12, и в Москве был театральный фестиваль. И в театре Васильева пела концерт Ольга Трушина. И вот это я помню до сих пор, хотя у меня не было тогда плана становиться фольклористом. Вот. Ну, я хотела петь, но я пела, сколько себя помню. Для меня это было так же, естественно, как дышать всегда. Вот. Но впечатление именно от того, как она поет, впечатление от того, как она доносит свою песню, у меня вот осталось. Это было очень глубокое впечатление. По образованию я дирижер академического хора и симфонического оркестра. А почему вы не шли на фольклорное отделение? Академические дирижеры получали более крепкое образование в смысле теории, в смысле фортепиано, в смысле работы с хором. То есть меня специально отдали, чтобы я получила хорошую базу музыкальную. Я пошла в Гнесинское училище на Дерхор, который закончила когда-то в начале училища, потом институт. Не жалеете? Ни капельки. Вы что, это прекрасная база, действительно, которая мне сейчас очень помогает в работе. Я уж молчу, потому что там работали прекрасные профессионалы. Именно там меня вообще научили работать, по-другому относиться к пению, профессионально относиться к своей работе. Вот я очень много узнала того, что у меня в связи с этим неоднобокое образование, я бы так сказала. А вот в экспедиции фольклорные ездили? Немножко, немножко. Там какие-то были для вас открытия? Опять же, я ездила с мамой, когда я была подростком. Два раза мы ездили. У меня очень небольшой экспедиционный опыт. Но там все было открытием, там вся экспедиция была открытием. Вообще этот мир для меня было открытием исполнение песни «Вселиственный мой венок». Я вот сейчас на концертах рассказываю. Это была Белгородская область, это было село Подсередние. Мы сидели, и перед нами сидели вот пять бабушек. Мы их записывали, они пили «Вселиственный мой венок». Каждому дали по микрофону, мы были подростки, нам было там 12-13 лет. Нам сказали, работайте. Мы держали микрофон, и они запели. У меня было ощущение, что меня накрывает волной цунами. То есть это была какая-то такая мощь в этот момент. Вот от этих вот старушечек, которые потом нас кормили бутербродами и поили молоко, и вообще всячески нас холили, нежили и лелеяли. Вот это вот мое воспоминание именно от этой песни, оно осталось глубоко. Вы упоминали о таком малоизвестном явлении широкой публики, как портесное пение начала XVIII века. Что это такое? То, чем я занимаюсь в своих коллективах, в ансамбле «Узорика» в частности, мы поем ранее русское многоголосье. Это все-таки XVII век, конец XVI-XVII века, это самое начало XVIII. Это то время, когда менялось мировоззрение музыкальное на Руси. Там многими, там происходило огромное количество исторических событий. Мы прорубили, как известно, окно в Европу. И вместе с этим к нам хлынула и музыка, европейская. Вообще поменялось очень многое. И в том числе музыкальное мировоззрение поменялось тоже. И мы занимаемся той музыкой, которая была до появления портеса. Это знаменный распев, это гармонизация знаменного распева, строчное многоголосье, ранний портес. Он тоже строился еще на старых дрожжах. Строился на знаменном распеве. Все это строилось на другой музыкальной культуре, нежели которая пришла потом. То есть поздний портес XIX века, это уже, конечно... Это композиторская музыка. Дело в том, что до начала XVIII века не было композиторов в России. Были распевщики. Распевщики, которые распевали стихиры, допустим, расписывали стихиры на знамена. Но там не было композиции, как мы сейчас привыкли. И там была структура правил, и, пользуясь этими правилами, распевщик уже распевал текст так, как он считал нужным, вычленяя какие-то слова, которые ему казались правильными, важными. До нас дошли стихиры. Но именно композиторская работа, сочинения в этом нет. Это к нам пришло уже в начале XVIII века, и, в общем-то, так задержалось и осталось до сих пор. — Вы как сочетаете эти два распева? Как получается? — Я люблю хорошую музыку. Хорошая музыка была везде. Смотря как к этому относиться. Если говорить о богослуженной музыке, именно как о музыке, которая поется на богослужении. Да, я за знаменный распев. Именно потому что в данном случае он уместнее, чем композиторская музыка в храме. Да, потому что знаменный распев — это носитель текста. Это носитель смысла, носитель слова. Но если мы относимся сейчас, да, я вот как музыкант, профессиональный, скажу, что вот мне нравится, как звучит строчное многоголосие, как звучит деместное многоголосие, именно как профессиональный музыкант. Но я с большой любовью отношусь, например, к Сверидову. И это мне не мешает его любить, да, как, кстати, композитора, который тоже очень внимательно относился к слову, в том числе. Вот. Я не вижу здесь проблемы. Я не вижу здесь противостояния. Ну, разве что именно как пение в храме. Да, но это вопрос уместности музыки за богослужением. Какая музыка уместна за богослужением? По вашим же личным ощущениям, какое состояние вот испытываете, когда поете портесным пением и когда знаменным? Что все-таки меняется в человеке? А это несомненно, да, что-то меняется? Меняется. Это разные... Это, да, это разные состояния. Для меня знаменный распев – это чистота и собранность, да. А портесное пение – это чувства, которые тоже бывают хорошими, да. Вот. Как-то если они... Если строго спеты, например, монастырские распевы, да, строго спеты монастырскими хорами, есть очень много хороших примеров, да, они тоже выполняют свою функцию, да, богослужебной музыки. Но для меня знаменный распев – это то, что меня собирает, то, что меня дисциплинирует, да, то, что меня очищает, то, что мне помогает вычленить главное. Я бы не сказала, что это исключительно русская прерогатива – внимательное отношение к слову. Мой опыт пения европейской средневековой музыки говорит о том, что там, к слову, тоже относятся с большим уважением и трепетом. Там, может быть, другая основа построения музыки, да, у нас попевочная структура, да, в европейском многоголосии модальная. Можно сказать, что у нас мелодия, а там ритм. Это я очень-очень грубо, да, сейчас объясняю. Вот. Но бережное отношение к слову везде, особенно в богослужебной музыке, оно как бы одинаково, что там, что там. Мало того, это тоже мое мнение. Но как только, что бы мы ни пели, что бы мы ни пели, если у нас есть слово, оно становится главным. Оно становится начальным. И это все равно, что мы поем. Джаз, ренессанс, барокко. Мало того, если привычную нам классическую музыку рассмотреть через текст, оно получает новую окраску, оно получает новые какие-то акценты, оно по-новому начинает звучать. Просто культура именно текста, именно слова в какой-то момент ушла на второй план. Потому что вперед вышла музыка, вперед вышла бельканты, вперед вышла красота пения. Эстетика. Да, совершенно другая эстетика. Но опять же, мы сейчас живем в удивительное время, когда все расцветает одновременно. Можно найти себе по вкусу все, что угодно. И вот это внимательное и бережное отношение к слову, оно, кстати, свойственное и для современной музыки тоже. Но вы размышляете о том, что все-таки, несмотря на всю пестроту сегодняшних и вкусов, и течения музыки, все-таки необходимо, наверное, как-то придерживаться или воспитывать и в себе, и в других какое-то стержневое направление. Приоритет у меня к старинной музыке и фольклору. Я давно от себя вычленила это. Но современную музыку я не пою. Пока не звали. В данном случае мне старинная музыка просто ближе, наверное, по звучанию, по мелодике, именно по взаимодействию певца, допустим, с инструменталистом, да, или по взаимодействию людей друг с другом. Я люблю более камерные составы. Я люблю петь малыми составами, малыми ансамблями, потому что мне интересно взаимодействовать с людьми. В большом хоре, к сожалению, мало такой возможности, да, почувствовать каждого поющего. А ансамблевое пение, да, малые ансамбли, малые формы, это всегда диалог. Знаменный распев и портесный распев. Что сложнее с точки зрения исполнительства, звукоизвлечения? Вот вы мастер-классы, да, даете, в том числе и по этой теме. Что сложнее дается? Во-первых, нам привычнее гармоническая музыка. Если мы говорим сейчас о гармонической музыке, я вот сейчас даже не беру строчное, да, многоголосие, оно совсем особняком стоит. Во-вторых, монодию петь сложно, потому что там много всего происходит одновременно. То есть монодия – это не только движение текста, да, то есть, допустим, у нас с вами есть ударение в слове, да, которое задает свои правила. У нас есть все-таки движение мелодию, которое есть в своей правиле, это пересекающиеся между собой линии. У нас есть движение предложения, у нас есть движение фразы, и плюс к этому у нас есть звук, да, еще перческий, и который вот это вот все на себе держит. И это очень много задач одновременно, хотя кажется, что вот это одноголосие. То есть у человека это действительно все одновременно вобрать и спеть сложно, да? А еще при этом спеть – это просто. Вот насколько это можно, как бы без пафоса, я бы так сказала, да, донеся чистоту звучанию. Да и не так это все, я бы прям не говорила бы, что это прям такие большие сложности, но к этому нужно привыкнуть. А все-таки знаменный распев довольно специфическое, все-таки, вид пения, и вот тут, я не знаю, как вот так вот… Ну, его и не пели все подряд. Понятно. Это же были профессиональные распевщики, это были профессиональные певчие, вот как сейчас профессиональные музыканты. Это, то есть, не пели знаменным распевом в каждом доме, да, это были люди, которые этому учились, да. Так что, наверное, это как была прерогатива профессионалов, так и осталось в некотором смысле. И, если можно, вот немножко об инструментах, которые вы используете в ваших ансамблях, что это за инструменты? У нас два инструмента бытует. Это в ансамбле «Узорика», это колесная лира и гусли. На колесной лире играет Полина Терентьева, и на гуслях играю я, хотя обе мы уже играем и на том, и на другом, но в сольной практике, вот в ансамбле как-то так. Колесная лира тоже сейчас становится уже распространена в городах. Этот инструмент пришел в Россию в конце 17 века и бытовал до середины 20-го. Под него пелись духовные стихи, лирные, это была отдельная такая, отдельное направление, отдельная каста, лирники, странники, тоже, можно сказать, профессиональные музыканты, которые мы этому обучались, были лирные школы. Мужчины причем? Мужчины. Ну, вот на Украине сохранилась женская традиция лирная, насколько я знаю. Да, у нас вот по югу России это в основном была мужская традиция, считалось, что быть лирником, например, было престижно, вот, потому что лирник всегда имеет кусок хлеба, как заработок, да. Вот, и мы так используем их для пения духовных стихов, хотя вот Полина у нас сейчас написала несколько прекрасных, совершенно уже собственных аранжировок духовных стихов знаменной нотации с колесной лирой. Это очень, это уже такая вот современное воззрение на знаменный распьев, такая современная музыка. А вы сами пишете музыку? Нет. Почему? Пускай пишут композиторы. Музыку, как это, музыку должен писать не тот человек, который может, а тот, который не может не писать. Так как я могу не писать, я считаю, что есть много людей, которые это делают значительно лучше меня. Я могу придумать, я могу распеть духовный стих. Да, у меня есть несколько духовных стихов, мелодий, к которым придумала я сама. Да. То есть вы берете текст, уже известный, да? Да, да. И неизвестно, как его распевали, вы его сами как-то, да? Сохранилось текстов больше, чем напевов. То есть много еще надо распеть самому. Да. По крайней мере, мы позволяем себе это. Есть несколько духовных стихов, которые я распела сама, и они уже так и в концертной практике существуют. Некоторые даже считают, что это народная песня. Традиция пения духовной музыки под гусли, это традиция конца 20 века. Недавняя. Совсем недавняя. Вот. Потому что все-таки гусли в традиции, это такой северный аналог балалайки. Плесовой. Плесовой, страдание про любовь, наигрыш под драку. Вот. То есть это, ну, как обычный народный инструмент, да? У него не было, в отличие от колесной лиры, не было такого прямого соприкосновения с духовной музыкой. Но в конце 20 века, когда возрождалась игра на гуслих, как-то одновременно с возрождением пения духовных стихов, они как-то так приросли друг к другу. Считать органично-то, да? Достаточно. С моей точки зрения, вполне органично. И уже бы тут, по-моему, практически в каждом коллективе, исполняющем духовную музыку, обязательно есть гусли, и что-нибудь под гусли поются. Так что будем считать, что это уже традиция конца 20 века вполне засчитывается. Ну и, конечно, вы акапеллу тоже поете, разумеется. А вот про вашу работу с любителями, вот я знаю, что вы видите еще ансамбль, коллектив «Горожане», да? Да. Вот. По вашим ощущениям, значит, вот за последние несколько лет чувствуется, вот, среди жителей мегаполиса вот что-то такое, вот потребность не просто что-то попеть, я не знаю, там, эстраду, еще чего-то, а вот просто потребность именно вот в этой музыке. Конечно, в «Горожане» приходят те, кто хотят петь фольклор, вот. Есть люди, которые хотят попеть именно со мной, потому что я провожу разные мастер-классы и не обязательно по фольклору. Бытовал когда-то в Москве, очень недолгое время, я вела клуб нараспев, который был в музее декоративно-прикладного искусства, и там как раз мы пели все подряд. Я приносила туда свою любимую музыку. Он был бесплатный для всех желающих, максимально однажды у нас было 70 человек, это была толпа, туда люди приходили просто попеть. Мне кажется, что необходимость пения она сидит в каждом человеке, потому что пение – это радость. Пение – это радость физическая, это радость духовная, это радость единения, это всякая, всякая разная радость. И я все время переживаю, что у нас люди, потому что русский народ он действительно певучий, и для нас пение это естественный процесс, весьма. У нас вся традиция в основном певческая. Основа культуры, можно сказать. Основа культуры, да, певческая. Что мы как-то разучились петь, и собираясь вместе нам попеть нечего. И скучно поэтому становится. Ну и не о том, да. Вот. И когда-то нараспев я собрала, именно чтобы людям дать разные варианты того, что можно попеть. Потому что не всем нравится фольклор, скажем честно. Особенно городским людям. Вот. Особенно с непривычки. И поэтому я приносила туда песни группы «Аукцион». Мы с ними пели. Параллельно мы с ними пели рандели средневековые. Я им рассказывала там, вот посмотрите, это тоже можно петь всем вместе. Рандели на 70 человек звучали прекрасно. Монодию я им приносила, да. Духовные стихи, народные русские песни, грузинские, сербские. Мы с ними пели просто то, что мне нравится и распевали. И причем я им объясняла, смотрите, на 2-3 голоса легко. Мы с ними раскладывали на многоголосие и все в свое удовольствие пели. Некоторые из них пришли потом в горожане. Некоторые не пошли именно потому, что фольклор. Вот. Потому что петь хочется, а слово фольклор еще пока городского человека отпугивает. А почему тогда не продолжили традицию нараспева, также вот такая всеядность, если хотите? Могли бы оставить, чтобы люди побольше шли? Ну, мне было интересно. Горожане все-таки это непосредственно народная музыка, да, и это тоже задача, да, там стоит своя. Вот. Это задача ознакомить именно людей, горожан, да, которые не имеют возможности ездить в экспедиции, допустим, да, но имеют доступ к интернет-ресурсам. Мы уже все давно можем съездить в экспедицию в Болгородскую область, залезая в архив фольклорного союза, который выложен в прямом доступе, да. И моя задача показать людям, что это интересно, что это красиво, что это разнообразно. Очень многие девочки, придя туда, начали интересоваться собственной родословной. В старшей группе у меня девчонки пошили костюмы, как носила моя бабушка. А можно мы песни вот из этой деревни поучим, потому что, оказывается, у меня там родня. и я считаю, что это вот такая моя задача, именно, чтобы люди опять начинали интересоваться своими корнями. Но еще, конечно, чтобы перестали бояться слова фольклор. Вот, чтобы он стал доступным для... фольклором, разумеется, народной музыкой. Тоже пугает, потому что у нас есть какие ассоциации с народной... Я когда говорю, давайте попоем народную песню, вот что представляет себе среднестатистический человек. Степь широкую, в лучшем случае, кстати. Вот. А я даже не знаю, что. Песню про коня, который сочтется за народную, черный ворон, если сильно поднапрячься, вспомнят порошку параню. Наверное. И то не все. Но при этом будут представлять себе девушек в кокошниках, красных сарафанах. Ну, а-ля рус такую. Да. То, что у нас есть такой термин, называется клюква. Вот. И вот эта вот клюква, она... Засилье ее существует на сцене, в телевизоре. В эстрадном варианте. В эстрадном варианте. Да и в эстрадном варианте. В домах культуры. Да, вот. Вот. Сейчас выросло поколение вот как раз выпускников Внесенского училища народного хора. Прекрасных совершенно ребят, которые профессионалы, которые поют, роскошно знают традицию русскую, прекрасно они при этом знают, допустим, французскую, английскую. Они вообще проходят, вот у них общий фольклор, да. Настоящие мастера своего дела, которые потихонечку приходят работать в другие коллективы. и я смотрю, как засилие красных сарафанов потихонечку уходит. Ну, сарафаны вообще не нужны? Нет, почему? Нужны. А что вместо кокошников тогда хорошо? Как должен выглядеть, на ваш взгляд, человек, поющий народную песню? Ну, на сцене, на сцене. Ну, на сцене, на сцене может быть. Чтобы не быть похожим на Бабкиных. Ну, Бабкиные, допустим, эстрада, да, у них свои задачи. Губы красные, тут ух, ух. Да, и всего ярко, много и красиво. Ну, уже много примеров. Во-первых, как говорится, Google вам в помощь, да, сарафан может быть, может быть красным, но давайте мы его хотя бы подпояшим, да, вот, например, да, то, что в кокошниках ходили не везде, там, что головные упоры разнообразные, это же все, желаю всем удачного поиска, как говорится, да, но вот это, это есть, как бы, задача современных флеклористов, да, современных музыкантов, которые работают на сцене, которые чему-то учат людей, вот, рассказать о том, что оно бывает вот еще и вот так, а так вот оно бывает на самом деле. Но все равно молодой человек, его, даже если без кокошников увидит поющего народную песню, он все равно скажет старье, человек воспитан на громком звуке в наушниках, да, с специфическим спецэффектом электрогитары, да, для него это пресно будет, для него это слишком тихо, а вот здесь, как вот вы, что можете этим противопоставить? Я, у меня для этого есть варьба, у меня есть еще одна группа, которой я занимаюсь, вот для этого существует, допустим, этнофьюжн, да, проекты, и то, что тоже, чем занимается Сергей Старостин, да, он работает, видишь, во многих направлениях, да, явно в управлении этнофьюжн, он работает тоже, Таисия Краснопевцева, да, вот я тоже потихонечку, это когда попытка совместить современное звучание, современные ритмы с народной музыкой, чтобы они вышли там в максимальное, на максимальное количество людей, потому что человек начинает слушать эту музыку и потом постепенно приводит, приходит к корневой тоже, я знаю людей, которые там, начали слушать био-трио, а закончили как раз тем, что дома ходят в сарафане и платке, потому что так положено, вот, это все и пути Господни неисповедимы, например, там, та же Тина Кузнецова, которая делает совершенно сумасшедшие современные обработки народных песен, но она еще на концертах ведь рассказывает о том, как это пелось по-настоящему, в какое время, вот, с большим уважением и любовью к ней отношусь, у меня еще два последних вопроса, вот, вы упомянули о том, огромное впечатление, когда вы слушали бабушек в деревне, да, то мощь, которая от них исходила, хотя вроде немощные люди сами все, да, вот, вы когда сами поете, вы пытаетесь вот так же потрясти, чтобы чувствовалась тоже за вами мощь, как-то вот думаете над этим? Я специально, я... наблюдать культуру, да, но человек, когда поет, он поет самого себя, он не может никого изобразить. Да, но состояние он может вызвать у другого человека, вот, то состояние, которое вы испытали. Я надеюсь, что кто-нибудь, слушая, как мы поем, испытывает тоже сильные эмоции. Я очень на это надеюсь, что мы не просто так этим занимаемся, не вызывая отклика, да, у людей, вот, но мы ничего, скажем так, специально для этого не делаем, мы просто стараемся быть самими собой максимально честными. Последний вопрос, вот, какие ваши, может быть, мечта, что вы еще хотели засуществить в музыкальной сфере? Я боюсь загадать, что-нибудь скажу, и оно осуществится. Ну, вы в этом направлении потихоньку движетесь, вот, к чему-то, наверное, вы все-таки некая цель впереди есть, чтобы не развалилось уже то, что есть. Просто есть уже очень много всего на руках, да, я была бы рада, если бы горожане разрослись, да, и уже, чтобы это было не только мое, да, чтобы девочки, которые выросли и заменили меня, ну, не заменили, а поддержали, да, вот, и чтобы нас становилось все больше. А в профессиональном музыкальном, по-моему, что-то еще освоить какой-то, еще один распев, киевский, древнекиевский, к примеру, или валаамский, ну, к примеру, я хочу просто не переставать расти в тех сферах, в которых я уже есть, я боюсь добавлять новое, у меня достаточно много уже того, чем я занимаюсь, боюсь, что если я добавлю себе что-нибудь новое, то я лопну, вот, я хочу не останавливаться, расти ни в одном из своих направлений, да, чтобы в узорике не останавливалась работа творческая, да, чтобы варево было интересно и разрабатывалось как-то, да, чтобы горожане не загнулись, чтобы все это жило и чтобы у меня не появился потолок. Я себе желаю не видеть потолка. Только небо. Спасибо. О, горе мне вешнику сущу, горе влаги в деревне и мучу, как обрец удача я глюсья, как у сосредними сиюсья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok